Время гражданской войны в США К сожалению, у нас не растут под ногами тыквы, арбузы, кукурузы И возникает вопрос Если на нас, простых русских дикси, нападут условные янки Что нам делать? Чем нам питаться? Сегодня мы ответим на этот вопрос У нас будет много серий, посвященных к этой теме Сегодня мы начинаем с самого простого Простейшего, что можно только придумать Итак, тут мы видим прекрасную северную елочку Сейчас нас интересуют ее хвоя и ветки Также нам понадобится немножко внутренней части коры Молодого дерева, которое я, пожалуй, сниму Вот с этого молодого живого деревца Скажи нет карманному размеру Для этой миссии нам понадобится дюрендаль, бальмон, экскалибур, ласточка Шиш-кебаб, финист В данном случае мачете проводник 14 Бесконечно элегантная, убийственная Я называю его Леночка В честь одной из главных героинь бесконечного лета Это молодое, прекрасное, девственно чистое дерево Я принесу в жертву нашему богу Богу химической войны Великому пугу Ладно, я шучу На самом деле нам нужно счистить с этого молодого дерева всю мягкую кору Нас интересует тот слой, который питает дерево водой и генеральными веществами Он мягкий, то есть нас не интересует галимая твердая древесина Нас интересует мягкий слой, который при снимании коры, он влажный и зеленоватый Обратите внимание, вот эта вот белая поверхность Это именно то, что нам нужно Посмотрите, она даже Она совершенно мягкая Она как шкурка банана Ее, наверное, можно даже прямо так съесть Да, она по вкусу напоминает такой старый перезаделый картофель Но ее можно есть Она горькая, ее нужно отваривать Но нас интересует именно этот мягкий слой Галимая древесина нас не интересует Да, внимание, важный момент Не надо есть мертвые деревья Потому что у мертвых деревьев весь питательный слой уже мертв и высох Нас интересует мягкая, горькая древесина Которая по своей фактуре напоминает шкурку банана Вот она Пожалуйста Вот эта вот На самом деле выглядит очень даже аппетитно Напоминает какой-нибудь салат Не выбрасываем вот эту вот палочку Она нам пригодится для следующего ингредиента Теперь будем делать такую типичную советскую сладость Для этого находим в лесу муравейник Нам нужно две небольшие палочки Примерно вот такого размера Нужно нанести на них нашу слюну Теперь, когда они полностью смазаны нашей слюной Засовываем их прямо в муравейник Наши палочки пропитались муравьиной кислотой И имеют приятный кисловатый вкус Похожий немножко на лимон Это будет наша, ну скажем так, вкусовая добавка Давайте-ка отблагодарим муравьев за их нелегкий труд Кушайте муравьи Спасибо вам за кислоту Остался последний элемент в нашей эпопее Для этого нам нужно найти какое-нибудь озеро Где растут камыши Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Welcome to the rice field, mother fucker Вот эту вот белую сочную мякоть Если очистить от зеленой вот этой вот штуки И помыть, и поварить Ее можно есть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавил в наше адское варево хвою Похоже на отвар баба-яги Ну что ж, пришло время дегустации Все готово Я не знаю куда, но куда-то исчез толстый стебель Который я сорвал Я не знаю, куда он исчез Вроде в огонь его я не ронял Не знаю, куда он делся Ладно, попробуем Это вот у нас то, что мы выловили в озере На вкус как, знаете, капуста Чистая вот капуста Чистейшая капуста Я даже удивлен Но удалось, да Вторая не сварилась, потому что ее нужно варить там часа четыре Ну-ка, может быть, тут есть что-нибудь такое Что-нибудь мягенькое Что можно съесть О! О! Неплохо Ну, такие тоненькие, совсем-совсем тоненькие Фрагменты коры Да, получились У них можно есть Они на вкус, как, знаете, как вот Так Вот макаронины Не вареные Такие же Жалко, я не могу попробовать Вот этот вот толстый стебель рогоза Мне прямо интересно, что было бы Но вот эти вот тоненькие листья, как бы Эти вот слои Они на вкус чисто, как капуста Даже вкусно Ну, знаете, такая разваренная, горькая Водянистая капуста Ну, очень вкусно Ну, относительно Бульон на цвет, он как чай Практически О, не видно О! То есть, это чисто вот такой чай Коричневый Коричневатый какой-то Ну, это из-за хвои, понятно Смола Она Растворилась и придала воде коричневый цвет Попробуем Саму Сам бульон Ну, на вкус как чай Но пить можно, пить можно Неплохо К сожалению, не чувствую я вкуса муравьиной кислоты Это прямо очень обидно Но Все равно Вот эта вот капуста Этот вот как-то рогоз С камыш Он очень удался Вот он прямо Вот чисто повторяет вкус капусты Вот Что тут еще? Жалко, я не могу попробовать Вот этот вот толстый стебель Мне прямо интересно Какой бы он был на вкус Что-нибудь тут еще есть? О! Вот тоже кусочек коры Ну, он как макаронины Не вареные Чисто Точно так же Но есть можно Если их варить часов Пять Получится сто процентов Бульон Бульон Великолепный На вкус как чай Реально Там бери и пей Вот Что тут еще? Кстати, давайте попробуем эту Как это называется? Хвою А хвоя на вкус чисто как укроп Вот просто один в один как укроп Вот Просто один в один Вкусно тоже Итак, сегодня мы научились готовить Лесной Чисто Партизанский суп Суп-чай Я его так назову Ну, хорошо Удалось Всем спасибо С вами был Шеф-повар Черный Сталкер До встречи